Продолжение следует... Надо еще понимать, а у них будут деньги? То есть, во-первых, учитывая, что может быть невысокий спрос, то есть нужно между кем будут? То есть вот у нас есть какой-то государственный сектор, не знаю, ТЭК или что-нибудь еще, который мы хотим приватизировать, национальный сектор, стратегический. Значит, мы можем все поделить, либо допустить западный капитал, но тогда часть вашей стратегической собственности, вашего национального благополучия и т.д. будет в руках ваших потенциальных противников, как минимум зарубежных сил, которые интересуют только прибыль, которые не интересуют развитие вашей территории как таковой. Это неприятно. Либо вы можете сказать, нет, а мы поделим между своими. Но тогда, во-первых... Ну, это ельцинский сын. Да, во-первых, тогда это будет отдаваться очень дешево, потому что местные могут сказать, а у нас нет денег, мы не хотим покупать, ничего не знаем. С помним Чубайса. Да, но Чубайс, кстати, честно, там есть интервью, где он говорил, что приватизация в России вообще не была вызвана экономическими соображениями. Он, вот, кстати, вот за что можно уважать Чубайса, за честность. Он, если там есть интервью на Ютубе, он в самолете... Да, в самолете сидит, рассказывает, значит, его спрашивают, вот как же так, Джеффри Сакс, специалист, американский экономист, который во всем этом участвовал, он пишет, что ужасно все в России, очень плохо, ну, как бы, кстати, коррупция, криминал, по итогам приватизации все было неправильно. Он говорит, пусть он там сидит и помалкивает, потому что наша цель никогда не была экономической. Наша цель была политическая, потому что, ну, из-за непопулярных мер был риск, что вернется левое какое-то социалистическое правительство, так или иначе, к власти. Поэтому нужно было срочно, бесплатно, с доплатой раздать предприятия, чтобы уже на местном уровне сформировалась защита из бандитов, купленных сотрудников правоохранительных органов, кого угодно еще, чтобы, если правительство таки пришло и начало отбирать, понадобилась гражданская война. И мы вот так аккуратненько прикрылись и уничтожили ужасный Советский Союз, который... Ну, он же в другом месте говорил, что можно получить ровно столько денег, которые готовы дать. А вот нам, поскольку у нас не было готового бизнеса, готового буржуазии, то, в общем, денег не было, соответственно, никто не готов был дать много, поэтому отдали так. Субтитры создавал DimaTorzok